Экзамена готовность школ перед учебным сезоном чиновники сдают лично губернатору. В зале заместители главы региона и министры по видеосвязи, руководители городов и районов. Час контроля сегодня исключительно про образование. Специалистам пришлось потрудиться, чтобы подобрать проблемные темы, но такие все-таки есть. В горячем ключе, Ейском и Лобинском районах не успевают отремонтировать спортивные залы в школах. Несмотря на то, что деньги перевели несколько месяцев назад, местные чиновники, как под копирку, обещают закончить попозже. На сегодняшнее утро готовность уже 67%. Подключили еще одну бригаду, работают до 22.00 без выходных. И 5 сентября мы закончим. У нас 8 июня доведение средства проявили, отыгран конкурс, зашел подряд, чеки, сегодня они на объекте, до 11 сентября работы будут выполнены обязательно. Каждый день находим кучу оправданий, объяснений, почему у нас не получается. Я понимаю, есть вещи объективные, но еще раз говорю, нет, не может быть оправданием того, что мы где-то что-то не достраиваем, либо не реконструируем, либо не ремонтируем. Не может. Я больше это просто коллеги слушать бы не хотел, поэтому обращаюсь к коллегам вице-губернаторам, министрам, коллегам, в руках департаментов, управлений максимально берите, мобилизуйтесь, вырабатывайте алгоритмы, исходя из сегодняшнего правового пространства, экономического пространства и выходите на результат. К результатам вопросы у губернатора есть и по строительству спортивных залов. В ряде кубанских школ их просто нет. Детям приходится заниматься на улице и в приспособленных помещениях. Венимин Кондратьев давал поручение исправить ситуацию. В прошлом году в 11 школах уже появились новые спортзалы. В текущем рассчитывали построить еще шесть, но за это время изменилось законодательство и ужесточились требования к такому роду объектов, что привело к их удорожанию. Но даже в таких условиях экономить на детях недопустимо, сказал губернатор. Вениамин Кондратьев дал поручение закрыть вопрос с отсутствием спортивных залов в школах уже в ближайшем будущем. Наши объяснения, я уже не раз говорил, они никому не нужны. Там, где спортзалов в школах нет, мы еще три года назад договорили, что они должны быть и деньги на это. Я дал поручение в бюджете предусмотреть. И предусмотрели. Но спортзалов так до сих пор и нет в некоторых школах. Куда годится? 50 лет ждали, и ученики, которые уже родителями стали, родителями стали, а спортзалов до сих пор нет. Дайте алгоритм, график, и чтобы у меня было понимание, и у родителей было понимание. Когда все-таки спортзал в этой школе появится? Два года на целом на реализацию этой программы. Два года. Нормальный учебный процесс сложно представить и без качественного школьного питания. А сейчас собственный завтрак и обеды делают в 30% кубанских школ. Частично образовательные учреждения едой обеспечивают специализированные комбинаты. В остальных случаях поставкой питания по контракту занимаются предприниматели. И здесь качество не всегда на высоте. В прошлом году от родителей поступило 30 жалоб. Венимин Кондратьев попросил проверить, насколько хорошо организовано питание в школах. Мы сегодня отвечаем за жизнь подрастающего поколения и здоровье тоже. Поэтому отдать на оттуда можно и нужно. Там, где мы имеем положительный результат, а в первую очередь это подтаки родителей, обитание детей в школах. И моя точка зрения, там где есть пищеблоки, где можно готовить, значит там нужно готовить. Школьное питание непосредственно в этих пищеблоках этих школ. Но там явно где нет пищеблоков, ну конечно питание нужно привозить. Даже если это цех по производству школьного питания, закрепить все равно за нашими местными производителями. Пусть они их покупают. И мы будем понимать, каким продуктом кормят наших детей в школах. Василий Иванович, возьмите, посмотрите и проверьте с точки зрения того, откуда продукты-то. Вопрос лежит, может быть, в компетенции муниципальных образований. Но здоровье детей, качество питания джинс 100% в нашей зоне ответственности. Оценку всей проведенной работе теперь поставят родители школьников и сами ученики. Через три дня за парты по всей Кубани сядут 672 тысячи ребят. Спасибо.